Всем привет, с вами Киберэксперт. И это четвертый урок программирования в Delphi для начинающих, в котором мы с вами познакомимся с созданием процедур, функций и работой с ними. Давайте сразу приступим к делу. Итак, как я уже сказал, сегодня мы поговорим о процедурах и функциях в Delphi. Процедуры и функции это маленькие подпрограммы, которые могут выполнять операции, определенные действия с указанными данными. Основное понятие процедуры является то, что она просто совершает какие-либо операции, а функция обязательно выдает какой-нибудь результат, когда она заканчивает свое выполнение. В Delphi существует огромное количество стандартных, уже реализованных процедур и функций. То есть процедуры и функции это определенные конструкции программного кода, которые позволяют создавать в программном коде некоторые подпрограммы, которые и выполняют определенные операции, независимо от остального программного кода. Разберем несложный пример. Создадим процедуру. Итак, это пример простейшей процедуры. Итак, давайте сначала разберемся, что эта процедура делает. Эта процедура берет себе на вход переменную A типа Integer и выводит ее в сообщение ShowMessage, предварительно переведя переменную A в строковой тип, так как для того, чтобы переменная ShowMessage могла вывести какое-либо сообщение, это сообщение должно быть в строковом типе. Итак, теперь разберемся непосредственно с конструкцией процедуры. Вначале указывается данное ключевое слово, которое указывает как раз на то, что мы создаем процедуру. Затем мы указываем название этой процедуры. В названии процедуры могут присутствовать латинские символы и цифры. Затем в круглых скобках мы указываем различные переменные типы данных, которые мы будем передавать этой процедуре на вход. То есть, в данном случае мы передаем на вход процедуру ShowInteger переменную A типа Integer. Сами переменные на входе процедуры указываются через перечисление. Если нам требуется несколько типов переменных в процедуре, то мы должны поставить точку запятой и указать какой-либо другой тип. Например, вот я еще указал строковой тип D. Таким образом, можно передавать на вход процедуре сколько угодно различных параметров. Затем эти параметры мы можем уже использовать как локальную переменную внутри нашего программного кода, внутри программного кода этой процедуры. Однако, вне программного кода этой процедуры мы не можем использовать эти данные, указанные переменные. Итак, удалим эти перемены, так как они нам нужны. Затем мы указываем ключевое слово begin и указываем, соответственно, весь программный код, который будет выполняться в данной процедуре. То есть, процедура, как вы уже заметили, как я уже вам говорил, вводит текстовое отображение числа a. Затем мы указываем end с точкой запятой. Это значит, что процедура завершает свою работу и больше она никаким образом работать не будет. Для того, чтобы работать непосредственно с самой процедурой, мы должны ей передать некое управление, то есть, объявить ее в рабочем участке кода. Для этого мы скопируем название и сдадим, предположим, кнопку button1. Итак, я закрою, пожалуй, это нам не нужно. И создаем кнопку button1 и событие у нее onclick, то есть, событие, которое будет выполняться при нажатии на данную кнопку. Итак, теперь мы непосредственно реализуем передачу управления этой процедуре. Для этого мы указываем ее название, затем между кругом и скобками мы перечисляем через запятую все переменные, которые мы передаем этой процедуре на вход, то есть, все параметры данной процедуры. В данном случае у нас существует только один параметр a, его мы и должны передать. Так как a – совчисленный тип данных, мы должны просто указать число, предположим, это будет число 100, неважно. Давайте запустим программу и посмотрим, каким образом будет работать наша процедура. Нажимаем кнопку, и да, мы видим сообщение с числом 100. Если же у нас будет несколько параметров, например, добавим еще параметр b, то мы его должны также передать этой процедуре. Таким образом, нужно помнить, что передавать все необходимые значения параметрам процедуры, да и в дальнейшем и функции, которые мы с вами познакомимся чуть позже, необходимо только в том порядке, в котором они представлены в описании данной процедуры. То есть, в данном описании мы сначала указываем a, затем b, и тут мы должны указать сначала a, затем b. Давайте немного усложним нашу процедуру, пускай она выводит не просто число, а сумму двух чисел a и b. Запустим программу. Нажимаем на кнопку, и мы увидим, что на экране появилось сообщение 201. Это и есть не что иное, как сумма 100 плюс 101. Внутри процедуры мы можем указывать также и другие различные операции. Например, мы можем вывести еще одно сообщение. Предположим такое. Посмотрим, как работает программа. Сначала вывелось одно сообщение, потом другое. То есть, они выводятся поочередно. Итак, также мы можем производить здесь любые операции, то есть, практически любой код мы можем указывать внутри конструкции данной процедуры. Давайте также попробуем внутри этой процедуры обратиться к какому-либо компоненту. То есть, ну, к примеру, давайте создадим компонент label1 и просто присвоим его свойству caption, то есть, надписи этого компонента, определенный текст. Этот текст и будет как раз-таки у нас сумма двух чисел a и b. Итак, для этого мы должны обратиться к свойству caption компонента label1. Итак, и что же мы видим? Мы видим самую обыкновенную ошибку undeclared in the fifth label1. То есть, это говорит о том, что внутри процедуры мы не знаем, то есть, мы не видим внутри процедуры такого компонента, как label1. Для того, чтобы мы смогли обращаться к каким-либо компонентам на форме, мы должны просто указать ее имя таким образом. То есть, у нас вот, на моем случае, форма называется form6. И мы просто указываем ее таким образом. То есть, так как компонент label1 в иерархии компонентов является дочерним компоненту форм6, то обратиться к нему можно таким образом. То есть, внутри процедуры мы не знаем содержимого каких-либо форм. Зато знаем сами формы и можем уже к содержимому этих форм обратиться через указание имени данной формы. Однако, в избежание вот такой вот конструкции, мы можем просто взять, скопировать весь этот код, весь код объявления этой процедуры. Сделаем это и поместить в раздел public следующим образом. Об этом разделе public мы будем говорить и в следующих уроках. Но просто я вам советую запомнить то, что если добавить этот код именно вот сюда, после вот таких слов public declarations, то наша процедура начнет видеть все компоненты и все какие-либо локальные переменные данной формы внутри себя. Однако, этого не хватает, мы также должны здесь указать еще следующий код, tform6.showinteger. То есть, это можно узнать именно вот здесь, посмотрев на форму. То есть, мы кликнем на форму и увидим, здесь form6 это название, а form6 это тип. И теперь, внутри данной процедуры мы можем легко обращаться к любым компонентам нашей формы. Давайте запустим приложение. Нажимаем на кнопку и да. В компоненте label1, точнее в этой надписи появилось значение суммы чисел 100 и 101. Как вы уже заметили, в Delphi, и как я уже говорил, в Delphi уже существует определенный набор различных процедур. Этот набор достаточно большой и расширяется благодаря различным модулям, компонентам, которые можно найти в интернете, но сейчас не об этом. Например, та же самая процедура show message является обыкновенной процедурой, которая всего-навсего выводит сообщения. Однако, углубляться в устройство этой процедуры мы не будем. Нам достаточно и знать, что это show message устроено таким же образом, как и обычные процедуры. Также, в процедуре мы можем передавать не только сами значения определенных параметров, но и какие-либо переменные или математические выражения. Любые. Давайте создадим переменную c, хотя мы можем переменную а создать, так как они не будут конфликтовать друг с другом. Ведь внутри этой процедуры мы не будем знать о переменной а, так как она является локальной в процедуре бат на один клик. То есть, как вы заметили, опять-таки, все вот эти вот, все события являются тоже процедурами. То есть, ну, как бы, выглядят просто они как процедуры. Внутри события бат на один клик мы объявили переменную а типа integer, и ее не будет видно внутри нашей процедуры show integer. Вот, вместо, и указывая в этой процедуре переменную а, мы будем обращаться именно к той переменной, которая нам нужна. То есть, конфликта, опять-таки, говорю, не произойдет. Итак, ну, давайте попробуем а присвоить там 500, не знаю, я так все примеру. И мы можем также спокойно передавать какие-либо угодно математические операции и так далее. То есть, как вы видите, вот я передал в качестве параметра а, передал непосредственно значение а из процедуры бат на один клик. То есть, из события бат на один клик, хотя значение не имеет, а параметру b я передал, значение суммы переменной а, и единица. Давайте посмотрим, как наш программ работает. Нажимаем на кнопку, да, мы видим тысяча один, то есть 500 плюс 500 плюс единица, это тысяча один. Кстати, чтобы удобней, можно было запускать программу, достаточно лишь нажать на кнопку, на клавишу F9. То есть, мы нажимаем, программа запускается. И чтобы достаточно легко вернуться, то есть, выйти из режима запуска этой программы, то есть, в режиме просмотра такого, этой программы, можно просто кликнуть по окну с Delphi и нажать Ctrl F2. После чего, наша программа полностью закроется, мы можем вернуться к редактированию кода. Однако, стоит учесть то, что во время работы самой программы, редактирование кода никак не повлияет на текущий запуск программы. Теперь, давайте рассмотрим, наконец, что такое функция. Как я уже сказал, в самом начале урока, функция представляет из себя, грубо говоря, процедуру, сумма, которая просто имеет какой-либо результат. То есть, она может нам возвращать результат каких-либо операций, действий и так далее. Давайте попробуем создать простейшую функцию. Например, опять-таки, функция, которая будет в результате своей работы возвращать нам обыкновенную сумму двух чисел. Функция будет выглядеть следующим образом. Указывание вот этих параметров функции происходит таким же образом, как и в процедурах. То есть, отличий в указании параметров передаваемых функций нет никаких. Так же, как и в процедуре, мы можем указывать и дополнительные параметры, сколько бы их не было. Однако, стоит учесть то, что, когда мы перечисляем переменные одного типа, и хотим перечислить переменные другого типа, мы должны указать между ними такую разделяющую точку с запятой. Однако, указывать вместе все переменные одинакового типа не обязательно. Мы можем также легко объявить еще одну переменную типу integer, но уже после переменной c. Так, это я удаляю. Нам это больше не понадобится. Очень важно является то, что необходимо указывать у функции тип возвращаемой переменной. То есть, предположим, мы внутри этой функции производим сложение двух чисел, двух целых чисел, а и b, типа integer. И в результате мы хотим что увидеть? Мы хотим увидеть тот же тип integer, то есть мы хотим получить сумму, то есть сумму этих чисел в формате переменной integer. Для этого мы просто после указаний всей вот этой данной конструкции, которую я уже указал, напишем пробел, напишем двоеточие, и затем укажем тот тип, который будет записан в формате, в формате которого будет передан этот результат. В нашем случае мы указываем integer. Вот таким образом выглядит, грубо говоря, шапка этой функции, то есть объявление этой функции. Затем, между ключевыми словами begin и end, мы уже производим непосредственную обработку этой функции, то есть указываем различные операции, можем обращаться к другим функциям, процедурам внутри нашей функции, и так далее, чтобы в итоге вернуть нам какой-либо результат. Однако результат возвращать не обязательно, но тогда какой смысл нам использовать функцию, непонятно. Итак, делается все очень просто. Чтобы обратиться к переменной результата, работать мы с ней можем как с обычной переменной, любой переменной, будь она глобальная, или же локальная, или же переданная в параметрах этой функции, работать мы с ней можем точно на таких же правах. Так как же называется эта переменная? Эта переменная называется result. Достаточно просто. И работать мы можем с этой переменной, как с любыми другими. Предположим, присвоим ей переменный result, то есть результат этой, что это и есть не что иное, как результат нашей функции. Присвоим ей сумму чисел a и b. Выглядит это таким образом. То есть, при выполнении данной функции, мы должны будем указать эти два значения a и b, типа integer. И после обработки этой функции, она нам вернет переменную типа integer, в которой будет занесен этот сложение a и b. Давайте это проверим. Итак. Таким образом мы можем работать с функциями. То есть, как видите, вот я выделил конструкцию с непосредственно объявлением, то есть использованием самой функции. Выглядит это таким образом. Все достаточно просто. Мы опять-таки указываем сначала имя нашей функции, которую мы указали здесь, в шапке функции. Затем указываем круглые скобки, и между круглых скобок мы перечисляем все те переменные, все те параметры, которые передаем этой функции, в том порядке, в котором они объявлены. Вот здесь. В данном случае переменный a, то есть параметру a функции суммы, мы передаем переменную a, а параметру b мы передаем переменную a плюс 1. В результате эта функция возвращает некое значение. Но куда же оно передается? Оно передается, это значение, функции int to str, которая это значение преобразует в строковой тип, и это значение затем выведет процедуру showMessage. То есть, таким образом, мы, конечно же, могли все поступить иначе. Мы могли создать переменную, предположим, c, типы integer, и присвоить значение суммы a и a плюс 1. То есть, значение, которое вернет нам вот эта функция. И это тоже будет, в принципе, доработать. Тогда уже мы здесь будем выводить не результат функции, а уже переменную c, которая этот результат заранее была занесена. Однако, так делать поступать немного нерационально, потому что мы занимаем лишнюю переменную, которую могли бы и не занимать. Вот. И так как мы работаем, то есть, получаем этот параметр, используем его всего один раз, мы могли бы его сразу и вывести. Поэтому давайте вернем, как было. И так, запустим программу. Да, кстати, вот здесь, заметьте, мы забыли удалить объявление процедуры showInteger внутри конструкции public, поэтому мы должны удалить, ведь мы саму-то процедуру удалили, а вот отсюда брать ее забыли, поэтому у нас появилась такая ошибка. Давайте запустим программу. Теперь все работает. Так, нажимаем кнопку, и выводится сообщение 1001, как и предполагалось. Также внутри этой функции мы можем абсолютно любые, произвести абсолютно любые операции, вот, были бы они математические, или мы могли бы обращаться к другим процедурам и функциям. Главное учесть то, чтобы у этой функции были права, грубо говоря, то, чтобы обращаться к другим каким-либо методам, к другим функциям или процедурам. Опять-таки, так же, как и в случае с процедурой, мы внутри этой функции, чтобы обратиться к каким-либо компонентам формы, должны указать вначале уже название самой формы, затем уже компонент, затем уже сам компонент, то есть его имя, и мы переходим к его параметрам, можем что угодно тут присваивать. Ну, и в таком же случае, если нам не хочется вводить форм 6, то мы можем и хотим от этой конструкции избавиться, то мы должны тогда поместить нашу функцию в раздел паблик формы. Опять-таки, говорю, с этим мы познакомимся гораздо позже, пока, поверьте на слово. И здесь мы должны так же присвоить форм 6. Забегая вперед, скажу, что эту функцию мы должны сделать, грубо говоря, методом формы. Но об этом опять-таки позже мы будем говорить. Ну, для примера, мы можем встать еще какую-либо функцию, и внутри функции мы укажем, предположим, предведение двух чисел. Опять-таки указываем A и B, и результат мы получим в соочисленной перемене интежер. Ну, и внутри мы указываем A, умноженное на B. Опять-таки повторюсь, что внутри функции и процедуры мы можем использовать неограниченное количество различных операций, будь то циклы или обращение к каким-либо свойствам компонентов или каким-либо процедурам и функциям. Ну, также, для примера, давайте обратимся внутри процедуры суммы к процедуре умножения. Предположим, добавим еще. Прибавим к сумме произведение A и B. Теперь, правда, это у нас функция не особо-таки можно назвать суммой. Ну, это всего-навсего пример. Запускаем программу. И да. Я думаю, не стоит даже проверять. Это действительно является тем результатом, который мы ожидаем. На этом я, пожалуй, закончу этот урок. А в следующем уроке мы напишем в Delphi, уже основываясь на всех наших полученных знаниях из предыдущих уроков, простую, но весьма познавательную учебную программу Калькулятор. Поэтому подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok